Связь, политолог Александр Морозов выходит на прямую связь с Грэмом. Здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день, здравствуйте, я тоже рад. Вот хочется поговорить с вами о тех темах, которые сейчас на повестке. Это, конечно, Рамзан Кадыров, и все спрашивают о том, а что же с Рамзаном Кадыровым, видели ли вы? Это довольно странное видео с представителем МЧС, где фрагментами только звук совпадает с речью, а местами просто мечта монтажера, скажем так, потому что там сделано все крайне так нелепо, кажется. И все-таки какой месседж пытается послать Рамзан Кадыров или те, кто за него это делают сейчас? Несомненно, что у Рамзана Кадырова какие-то обстоятельства, это не просто отпуск, потому что все-таки достоверным является то, что в центральной клинической больнице находится постоянно его ближайшие сотрудники, и они явно как бы охраняют что-то. Но при этом действительно пока совершенно не ясно, раздута ли проблема самой болезни Кадырова или нет. Сейчас время такое, что мы хорошо понимаем, что многие сообщения, они порождаются, так сказать, в условиях военной пропаганды и контрпропаганды, поэтому осторожно к этому относимся. Тем не менее, какая-то проблема есть, это очевидно. Насколько вероятная кончина Рамзана Кадырова в ближайшее время или же чуть позже может повлиять и дестабилизировать ситуацию в Чечне, соответственно, повлиять на режим Владимира Путина, на его действия в Украине в том числе, насколько это может отразиться существенно? Ну, я думаю, что Кадыров создал такую систему, при которой его ранняя смерть, она сплотит чеченцев, во-первых, на территории Чечни, находящихся, во-вторых, я думаю, правы те мои коллеги-политологи, которые говорят, что Делимханов практически автоматически вступит на его пост, это не менее влиятельный чеченский лидер, чем сам Кадыров. И в этом смысле слова, я думаю, что это не приведет ни к каким беспорядкам или к какому-то политическому кризису внутри Чечни. Но, несомненно, для Москвы здесь, конечно, есть некоторая проблема, потому что если Кадыров сейчас внезапно уйдет, буквально через несколько месяцев после того, как подорвали Пригожина, то, конечно, население, которое не может вдумываться, может быть, это случайно, может быть, это так совпало, возникнет такое общее настроение, что наверху там кто-то кого-то уже губит, то есть там, значит, этих сбивают, этот умирает в больнице, ему почку неправильно пересадили, это все неспроста, и это будет усиливать такую атмосферу, знаете, как была во время Первой мировой войны еще в Российской империи, вот, собственно говоря, там, начиная с 16-го года, когда внизу никто не понимал, почему война ведется вот так, почему неудачи, почему кого-то отстраняют, почему вот происходят такие странные события, как мятеж Пригожина, как внезапная гибель или болезнь Кадырова, например, которая помешает ему исполнять обязанности дальше. Так что вот это настроение, оно будет усиливаться, оно довольно опасное, оно захватывает массы, как правило, так что посмотрим, как это будет развиваться. Вот вы говорите так осторожно все-таки о том, насколько вообще мы можем ли мы утверждать что-то о жизни Рамзана Кадырова, уж тем более о здоровье Рамзана Кадырова, и действительно мы не можем ничего утверждать, хотя вот наши зрители спрашивают вас о том, об Александре Невзорове, ведь он утверждает, что Рамзан Кадыров уже мертв и делает большие стримы на эту тему, собственно, он один из первых, кто как раз и стал об этом говорить. Как вы относитесь к деятельности Александра Невзорова и доверяете ли вы тому, что он делает? Нет, я не доверяю, я из тех людей, кто относится к Невзорову, как и к целому ряду других выступающих, как к шоуменам, не как к экспертам, а шоуменам – это неплохое занятие, человек, особенно в современном мире, вполне может быть выступать в разные роли в медиа, человек может быть проповедником, а может быть шоуменом просто, может быть экспертом, это все разные роли, и Невзоров в этом отношении очень последовательен, он, несомненно, ненавидит весь этот политический режим, он подвергает его жестокой и очень образной критике, но я бы считал, что играть в раздувание смерти кого-либо, в том числе и политического противника очень высокого ранга, до того, как имеются официальные сообщения о его смерти, это не очень хорошее дело. Во-первых, потому что можно оказаться в положении профессора Соловья, который нам тут уже лет семь примерно рассказывает, что Путин умрет в ближайшие два месяца, но при этом неуклонно приближается кончина самого профессора Соловья, а Владимир Путин только все молодеет. Поэтому я спокойно отношусь, Невзоров говорит, почему нет, но за этим пока ничего не стоит. Приходилось слышать такую точку зрения, как раз мне кажется, что Геннадий Гудков ее озвучивал, что как бы там ни было, что бы ни говорил Невзоров, это все расшатывает кремлевские настроения, так или иначе, поскольку начинают тоже сомневаться, кто-то где-то что-то услышал, и вроде как это идет на пользу Украине, поскольку там тоже начинается такая определенная неустойчивость. Насколько вы согласны с точкой зрения, что Невзоров таким образом, прошу прощения, когда он дает такую информацию, он помогает Украине в каком-то смысле? Знаете, это непростой сейчас вопрос, потому что, скажем, полгода назад или восемь месяцев назад можно было бы сказать, что любая такая вот игра, медийная игра, в частности, которая ведет Невзоров, она на пользу и Украине. Но сейчас я бы сказал, что это несколько расходится с тем, что находится в интересах Украины. Почему? Потому что в самой Украине, в силу того, что война идет долго, и контрнаступление не так успешно и затянулось, это действительно так и есть. Оно сейчас там в новой фазе, но тем не менее это все сказывается. И я бы сказал, что для украинской аудитории сейчас лучше не обнадеживать ее быстрыми изменениями в России, падением режима, смертью Путина. Почему? Потому что такие надежды, такое подвешивание психологическое людей, которые вынуждены жить в долгой войне, а при этом им дают понять, что послушайте российского эксперта, он говорит, что скоро Путин умрет, или скоро режим падет. Вот посмотрите. Это на самом деле не совсем в ту сторону работает. Я бы так сказал. Хотя я не сомневаюсь, что намерение Янии Взорова самое искреннее, и он последователь в своей позиции. Говоря о тех, кто сегодня выступает от лица российской журналистики, поскольку вот буквально на днях этот вопрос о том, умерла ли российская журналистика, задал Алексей Венедиктов Евгений Альбац. И там был такой фрагмент, где похвалили Александра Плющева, я просто он у себя опубликовал, я тоже на это обратила внимание, и мы обратили. На ваш взгляд, как бы вы ответили на этот вопрос? Жива ли российская журналистика сейчас, учитывая, что большинство ее представителей находятся за пределами России? У меня ощущение, что российская журналистика переживает небывалый подъем просто. Потому что вытесненные из страны, собственно говоря, большинство профессиональных, талантливых журналистов быстро развернули активность, не меньшую, чем она была, когда они находились в России. Плюс одновременно возникла целый веер новых проектов в течение года, очень заметных, сейчас не стану перечислять, но я их вижу, конечно, и прекрасно понимаю, что очень быстро они развертываются. И поэтому это даже очень интересный феномен, потому что независимые, значит, на территории России уже невозможно никакие независимые медиа, в том числе даже региональные. У нас сейчас даже региональные медиа из России бежали, и уже открылись как бы как медиа за пределами страны. Это огромный совершенно такой массив. Может быть, я недавно думал, сколько работников медиа, то есть журналистов и медийщиков, включая тех, кто занимается монтажом, смс-продвижением, то есть в целом вся сфера медиа, сколько у нас человек вот в этой медиасистеме, которая возникла за пределами страны. Моя оценка примерно около 10 тысяч человек. То есть, ага, там это большая цифра для этого цеха. И там, конечно, просто масса достижений просто в качественной журналистике. То есть и не только расследования, но и возрождаются, собственно, умершие жанры, то есть такие большие лонг-риды, эссе или репортажи, которых не было давно. Плюс к этому развивается очень активно документалистика, потому что все начали снимать очень активно. И я видел недавно очень важное такое, как бы главный редактор «Репаблика», российского такого интеллектуального сайта Дмитрий Колизев, он решил посчитать количество просмотров у отдельных топовых авторов на отдельном каждом ролике, условно говоря. И вот те, кто собирает больше миллиона просмотров на одном ролике, когда ты видишь список, ты понимаешь, что вот все, как бы вот разной степени радикальности, но они все уехали. Там, условно говоря, Пивоваров, например, классический журналист, НТВ-телевизионщик, он работает, работает, как бы передвигаясь даже между двумя странами, при этом у него там каждый сюжет, это полтора миллиона просмотров, это очень профессионально. В то же время на уровне партизанской журналистики, там, где, скажем, Максим Кац пытается, как бы, активно политически влиять на ситуацию своими ежедневными передачами, там тоже полтора миллиона. Иначе говоря, это довольно большой-большой и очень сейчас на данный момент успешный узел. Ну, значит, получается, что вы солидарны с Евгением Альбац, она, ну, не такое мнение выразила, ну, примерно так сформулировала. Да, ну, да, да. Я, собственно, не видел ее высказывания, но я думаю, что она права, если она так оценивает это. Если говорить о тех, кого считали журналистом, по крайней мере, до начала вторжения в Украину, это Владимир Познер, хотя кто-то считал его пропагандистом. Я говорю о нем в контексте информационного повода, поскольку тут появилась информация, что Познер теперь одежду рекламирует, уральских авиалиний, хотелось сказать, нет, уральский бренд какой-то, один из брендов, он решил отрекламировать. И все-таки Владимир Познер, тот человек, от которого некоторые ждали какого-то выступления, какого-то заявления, так и не дождались, и, вероятно, уже не дождутся, возможно, в контексте всех событий. Вот на ваш взгляд, какова его роль сейчас? Мне кажется, никакой. Он, безусловно, российский, так сказать, заслуженный журналист, с большим, огромным стажем, но при этом он уже в том возрасте, когда, собственно говоря, и джентльмену и остается как-то заниматься личными делами. Что он, собственно, и делает. Поэтому я бы сказал, что какие-то... Вот я не ждал от Познера, именно от Познера, каких-либо заявлений. Он всегда был очень уклончив, он всегда избегал каких-то резких политических оценок, он культивировал, как он считал в российской журналистике, такой нейтралитет в отношении всех фигур, да? То есть, как бы, такой классический журналист телевизионного ток-шоу, когда у него в гостях, с одной стороны, может быть, и, там, не знаю, Энтони Блэр, а с другой стороны, Маргарита Симоньян. И со всеми надо беседовать и выяснять, кто и что, так сказать, что они думают, как они видят мир. Он эту философию исповедовал. Она сейчас реально невозможна, потому что война, это понятно, война, масштабный кризис, черно-белая ситуация, поэтому претензия быть объективным журналистом в такой ситуации, она, конечно, трудно реализуемая. И он ушел в тень, что совершенно правильно, это не его время. Я не жду от него, короче, и не ждал никаких отчетливых заявлений. Но претензия на объективность, кажется, есть у Ксении Собчак, если последить за тем, как она работает. Насколько удается ей это успешно, на ваш взгляд? Если вы согласны. Я бы сказал, что для ее аудитории, во всяком случае, это так выглядит. Потому что, скорее, это такая... Если у Познера в лучшие времена это была классическая журналистская позиция, действительно, объективность, то Ксения Собчак, конечно, мы видим хорошо, она лавирует. То есть ей приходится как бы немножко лавировать и манипулировать аудиторией, как бы и манипулировать ситуацией в эфире. Ей удалось выработать некоторую такую как бы критическую позицию, допустимую. Но при этом, конечно, ее телевидение – это все-таки сугубо коммерческий проект. Мы это хорошо видим. То есть если пивоваров, как бы и редакция, скажем, делают просто классический журналистский продукт, и репортажный, как бы и в жанре интервью, то Собчак – это все-таки такая, в буквальном смысле слова, коммерческая журналистика. Когда ты ее слушаешь, ты каждый раз думаешь о том, почему она позиционирует этого человека, да, и почему она это делает именно так, значит, раскручивая его. Ну и, в общем, остается какое-то ощущение полуправды. Там с Киркоровым тоже был ацидент, мне кажется, что многие украинские журналисты на это обратили внимание, те, кто следят. Ну, Гордон, в частности, вот он к нам выходил, тоже комментировал. Там была с Киркоровым такая история про пластические операции, был сюжет, материал у Собчака, и как раз там она все части тела могла разглядеть и показать. Ну, то есть, насколько это, условно, в этих условиях сейчас допустимо, это был такой большой этический вопрос, в том числе у журналистов, которые следят за ее работой. Вообще, если говорить... Да, пожалуйста. Да, 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 я слушаю вас. Не хотели бы продолжить про Киркорова, у вас нет. Нет, про Киркорова нет совсем, честно говоря. Ну, вообще, если говорить о культуре, все-таки вот мы нередко упоминаем Ианну Нетребко, которая так до конца, казалось бы, и не высказалась, что-то там попыталась сказать, но это было достаточно неуверенно с ее стороны, а все помним такую достаточно уверенную ее поддержку действий Владимира Путина. Гергиев, Валерий Гергиев, опять же, доверенное лицо в свое время Владимира Путина и так далее. Машков, который сказал, что я уже быть готов доверенным лицом, даже если... Ну, Владимир Путин еще не заявил, что будет баллотироваться, а Машков уже готов. Что скажете о тех людях, деятелях культуры, таких известных в мировом смысле в том числе, которые вот такой путь избрали для себя? Ну, я бы, во-первых, сказал, что эпизоды на уровне такой, ну, такой мировой сцены, эпизоды с этими людьми, они единичны. Это очень неплохо. Осталось всего несколько фигур. И, собственно говоря, не случайно, вот, есть Нетребко, есть Гергиев, и аудитория вряд ли назовет третью или четвертую фамилию российских деятелей культуры мирового уровня. из тех, кто занимает подобную позицию. Потому что ведущие российские там, литераторы, которые переведены на 10, 15, 20 языков, такие, как Дмитрий Глуховский, да, или Михаил Шишкин, или знаменитый драматург Врыпаев, которого ставят сейчас во всех театрах мира, да, замечательные театральные режиссеры, как Дмитрий Крымов и целый ряд других, они все имеют с одной, сейчас Серебряников ставят в штутгартской опере какую-то постановку. Все эти люди, они заявили свою отчетливую антипутинскую, антикремлевскую, антивоенную позицию. На этом фоне сияют вот два-три человека, и этому придается большое очень как бы внимание, оправданно большое внимание, но я смотрю, вот хочу вам сказать, что я смотрю иначе, я прекрасно вижу, как весь период войны, вот все полтора года происходит такой поворот, все дальше и дальше деятелей культуры российских, которые уходят, уезжают из страны и из-за границы, как бы мы видим все, так скажем, все новых и новых актеров, которые как бы там каждый месяц прибавляются люди, которые уехали, да, среди литераторов, деятелей кино, там, и так далее, вот, так что я бы сказал, что как раз реакция культурного сообщества России, она довольно обнадеживающая, потому что та часть, которая поддержала войну и остается внутри страны, это, в общем, на 80% анекдотические фигуры, то есть такие довольно слабые, в смысле, там, результатов культурного производства. Они объединены в очень слабом союзе писателей России, значит, там какие-то литераторы, они объединены, конечно, в союзе театральных деятелей, где Калягин занимает такую слабую позицию сейчас в условиях войны, но, тем не менее, они не очень заметны, их, так сказать, культурный продукт, по сравнению с тем, что все, кто делал что-то на мировых площадках, там, те, кто занимался российскими биеннале современного искусства, те, кто занимались театром, да, на глобальном уровне, они все уехали практически. Так что, вот, мне кажется, такая ситуация сейчас, она будет развиваться очень интересно, потому что, если, ну, вот, Кремль довел состояние такого дела, что у него, значит, такое сильное, мощное, культурное плечо уехало, все, а внутри остаются люди, которые, ну, в общем-то, школьный учебник не в состоянии написать хорошо, вот мы сейчас все прочитали какой-то там школьный учебник по истории, долго смеялись, историки, в том числе и лояльные историки, которые много лет читая такой учебник, они так, значит, просто от, так сказать, их отрепь охватывает от уровня и стиля, да, и это означает, что это означает, что происходит такое обезвоживание, обезвоживание этой всей, совсем недавно, еще 10 лет назад, там, это, вся эта образовательная среда, урбанистика российская, там, развитие современных индустрий, лидеры всего этого, все это кипело, они там проводили форумы, сами ездили на форумы, теперь всего этого нет, теперь все это развивается снаружи. То есть своей линии Рифеншталь у Владимира Путина не будет, если такие аналогии проводить исторически? Да, не получается, не получается Рифеншталь, да, и мы это видим хорошо, и даже мне вот рассказывают, например, что, знаете, вот несмотря на то, что фонд кино там, значит, принимает 160 заявок, или там около 200 заявок в год, да, которые финансируют, ну, так сказать, софинансируют, да, то вот на 200 заявок подают всего меньше 10 заявок на фильмы про вот эту текущую войну, значит, на патриотические фильмы. Никто не хочет марать себе и биографию, все понимают, что это будут провальные, провальные фильмы в кино, что вы можете снять такой фильм, как они сейчас сняли, фильм там про какого-то скрипача Коэна, который, под названием свидетель, который провалился в российском прокате и который никогда не покажут ни на каких мировых площадках, да, а все-таки надо сказать, что режиссер, любой режиссер, да, даже если он снимает как бы неполитическое кино, он рассчитывает на глобальную презентацию этого, на участие в глобальном кинорынке. И поэтому там у них даже нет сценариев для этого патриотического кино, написанного вот этой средой, этой Z-средой, который, ну, был бы хоть сколько-нибудь убедителен, даже для российской аудитории, которая предпочла посмотреть Барби, ворованные Барби и провалила полностью прокат этого свидетеля. Ну, а что касается того, что вы сказали насчет учебника истории, я уже в завершении хочу вас спросить, вы говорите о том, что он ужасно написан, я не читала его полностью, но тем не менее, слышала и Тамару Эйдельман и других историков, которые это комментируют, но все-таки влияние-то он будет иметь, какой-то эффект на детей-то он окажет, как бы он не был написан, Мединским в том числе. Да, с этим я совершенно согласен, нельзя недооценивать того, что все эти ползущие формы, так сказать, идеологии, они там, ну, конечно, они не оказывают такого впечатывающего действия в сознании человека, но тем не менее, как-то на фоне они влияют, это неизбежно, поэтому, да, эта проблема есть. Ну, что ж, тут ничего не сделаешь, конечно, так сказать, Кремль как-то старается, так сказать, ну, захватить окончательно, и уже захватил, собственно, вот все, так сказать, всю систему образования и систему вот этого культурного просвещения там пытается делать. Это влияет, да, повлияет, конечно, безусловно, да. Будет разрыв углубляться, если, так сказать, подводить итог, потому что останется внутри страны вот это, так сказать, население, которое подавлено и, так сказать, усиливается его такая, как бы, ну, так сказать, такое состояние ума и рассеянное, и, а на этой стороне будет наращиваться гигантская, совершенно и очень талантливая культурная иммиграция, которая будет развиваться самым неожиданным образом. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня поговорить с нами. Спасибо и всего вам доброго. Всего доброго. Спасибо вам. Александр Морозов был на прямой связи с Грэмом.